Мы продолжаем в прямом эфире говорить о войне в Украине. Сегодня 61 день с начала полномасштабного вторжения России. И вот что произошло за последние сутки. В Киев на поезде из Польши приезжали госсекретарь США и министр обороны. Итог не только политические заявления. Соединенные Штаты выделяют Украине еще более 300 миллионов долларов на оружие и подготовку военных. Этим недовольна Москва. Там требуют от Вашингтона прекратить поставки вооружения. Сразу пять железнодорожных станций в Украине попали под обстрел со стороны России. В Винницкой области это центр страны. В результате атаки пять человек погибли, 18 ранены. Британская разведка приводит новые данные о потерях России и говорит, что на Донбассе российская армия незначительно продвинулась. Там ведутся бои. Ожидаем прямое включение из Донецкой области. За все время войны в Украине из-за обстрелов повреждены полторы тысячи учебных заведений. Около сотни школ и детских садов разрушены полностью. Об этом и не только. Будем говорить в ближайший час. Ну а начнем с ситуации в Мариуполе. В Киеве заявили, что Россия не позволила открыть так называемый зеленый коридор для выхода людей из города. В первую очередь речь идет о мирных жителях, которые могут находиться сейчас на территории комбината Азовсталь. Некоторые из них, как сообщает украинская сторона, провели в тоннелях предприятия под землей почти два месяца. Сегодня утром в Министерстве обороны России заявили, что их вооруженные силы, а также подконтрольное им формирование боевиков из так называемых ДНР и ЛНР не будут стрелять и якобы позволят выйти гражданским завода Азовсталь. В МИД России сообщили, что вот это прекращение огня – жест доброй воли. В ответ вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем обращении сказала, цитирую, коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому и не является гуманитарным коридором. Договоренности о выходе из Азовстали на сегодняшний день нет. Конец цитаты. Верещук также заявила, что украинские власти обратились к генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с просьбой выступить гарантом гуманитарного коридора. Украина просит, чтобы в колонии транспорта были представители ООН и Международного комитета Красного Креста. На территории комбината также остаются и украинские военные, бойцы полка Азов и 36-й бригады, это морпехи. А вот в том, есть ли там гражданские, в Министерстве обороны России сомневаются. Свои официальные сообщения по поводу мирных жителей на территории комбината они всегда сопровождают уточнениями. Например, так, процитирую, если мирные граждане все-таки там находятся, мы требуем их немедленного освобождения. Конец цитаты. По информации полка Азов, в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не меньше тысячи гражданских, в том числе и дети. Накануне военные распространили видео того, как живут и о чем говорят в подземельях Азовстали жители Мариуполя. Давайте посмотрим фрагмент этого видео. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы тут с вам подарочками. Можем мы выложить, а раздавать мы будем, чтобы потом по-честному всем одинаковым. Можем? Мы же насулим. Мне не кажется, что это дядечка Ведена, похож на креста. Чуть-чуть. Хочется. Короче, мы с Ростиком играли в Супербей. Это такая игра на телефоне. Он здесь отзывок. Да? Клак. Ой, хватит его. Мы бы так играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Здравствуйте. Мы тут, я увидел, что вы пришли. Хотел бы кое-что сказать. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живее, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей. Родных. Родных там и так далее. Какие вы, Даня, вообще тут уже? Ну, я с 5 марта. Два месяца будет. Два месяца? Мы с 2 марта. Никогда домой не знаю. Вот заходите, смотрите. На грязных бушлатах. Плесень, везде сырость. Вон потёки мокрые. Вот так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит годичный ребёнок. Годичный. Вот. Яночка такая спит. Памперсов нет. Мы шьём спелёнок вот такой вот. И так вот ребёнок мучается, всё красное, всё треет. Я не работник комбината. Мы просто прибежали после отстрела дома сюда. Рассчитывали на зелёный коридор и вот застряли в бомбоубежище. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы хотим видеть мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. Люди молодые. Я в этом уверена. Я вовремя еды практически. Тут осталось насчитанные всё дни. Чем кормить детей? Я вовремя, я вовремя. Я вовремя, я вовремя. Что мы сучили? Число. Без воды, без еды. Что мы тут будем делать? Как долго мы тут будем вообще находиться? 27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Вообще, очень хочется выбраться отсюда, чтобы это было безопасно, чтобы никто не пострадал. Мы уже здесь как два месяца сидим и хочется увидеть солнце. Потому что тут включат, смеется иногда и включат, а на улице, когда построят наши дома, то мы можем созреть спокойно. Спасибо военным, которые приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, присоединяется к нашему эфиру. Павел, здравствуйте. Спасибо за возможность говорить в прямом эфире, как всегда вам говорю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас представление о том, какое количество людей, гражданских я имею в виду, находятся на заводе «Азовсталь»? Нет, об этом крайне сложно говорить. Я думаю, эту цифру все мы увидим и поймем после того, как, дай бог, будет завершена и проведена эвакуация непосредственно. Потому что они размещены в разных местах. Завод «Азовсталь» очень огромный по площади, по протяженности, поэтому они не находятся в одном месте. Это понятно, это целесообразно. И об этом, повторюсь, говорить целесообразно уже после того, как только они будут эвакуированы оттуда. Но российская сторона вообще сомневается в том, что там есть гражданские. Вы в этом уверены? Однозначно уверен, что они там есть. И они в этом уверены также, как всегда, лгут. А в чем проблема их сейчас эвакуировать? Я знаю, мой вопрос несколько звучит странный. Я понимаю, что там продолжающиеся обстрелы. Но, понимаете, российская сторона заявляет, что она на время останавливает бои, на время останавливает обстрелы. А Украина говорит, что не может считать это гуманитарным коридором. В чем состоит основная проблема вывести людей оттуда? Обстрелы не прекращаются. Обстрелы идут постоянно. Обстрелы регулируются и проводятся так, как позволяет это вылет самолетов Российской Федерации и подвоз боеприпасов в тяжелой артиллерии той же Российской Федерации. Почему есть опасения, и к этому вооруженные силы Украины, руководство страны подходит максимально взвешенно? Первое. Зная цинизм врага, они могут элементарным образом использовать население, женщин, детей, возрастных людей, пенсионного возраста, лиц, использовать живым счетом в данной ситуации. Это вторая наибольшая опасность. Поэтому здесь должны быть гарантии, гарантии в том числе со стороны международных организаций. Мы уже неоднократно с этим сталкивались и убеждались в том, что верить Российской Федерации, верить врагу в договоренностях, это крайне неблагодарное и опасное дело. И эта опасность учет за собой прямую угрозу жизни и здоровью жителей Донецкой области, жителей Мариуполя в данной ситуации. Скажите, насколько я понимаю, по крайней мере согласно Офису президента Украины, не только оборону держат бойцы украинские на Азовстале, речь идет о нескольких точках, которые есть в городе, но в целом, Мариуполь контролирует Россию, ну и так называемые все эти республики. Есть ли у вас информация, что будет делать вот та армия, которая окружала город? Там назывались разные цифры, где-то около 10 тысяч военных российских воюют, стреляют по Мариуполю. Есть ли у вас данные о том, что их направляют уже участвовать непосредственно в битве за Донбасс? Возможно, вы видите какое-то движение техники. Есть ли у вас такие сведения? Безусловно, движение техники идет по южному направлению. Там несколько направлений, где враг, для того, чтобы ему сконцентрировать ударный кулак на южном направлении, ему необходимо пройти ряд населенных пунктов Запорожской области и часть своей живой силы перегруппировать с Мариуполя, там, где они с 1 марта, то есть уже практически 60 дней, 55 дней не могут взять Мариуполь. Поэтому, первое, бойцы и оборона Мариуполя, это не только Азовсталь, идут уличные бои по ряду укрепленных мест, укрепленных позиций украинских вооруженных сил. Более того, довольно громко говорить о том, что будут контролировать город Российская Федерация и незаконные вооруженные формирования, им нечего контролировать, нет города. Есть территория города Мариуполя, который может отстроить только украинская власть. Я это заявляю не просто какими-то руководствами, какими-то домыслами или эфемерными понятиями. В данной ситуации я четко отдаю себе отчет, как восстанавливать этот город, и тем более это понимает руководство страны, и какие средства на это необходимы, и каких средств точно не будет выделено никогда ни Российской Федерацией, ни тем более фейковой республикой. Поэтому контроль над городом, даже то, что не могут установить контроль над городом, более того, я убежден, что сама Российская Федерация сейчас в таком смятении находится в части города Мариуполя, что они будут делать с этой территорией, разрушенной и с тысячами жертв, убиенными ими же. А я у вас уточню по поводу российских военных. Вы сказали, что они могут пойти по югу, в частности в Запорожскую область. То есть вы уже видите, что техника, в том числе через тот же Мариуполь, та, которая окружала город, сейчас передислоцируется. Правильно я вас понимаю? Смотрите, в Запорожской области они находятся. Большая часть Запорожской области оккупирована врагом. И та группировка, которая идет по направлению, мы неоднократно и ежедневно склоняемся над картами для того, чтобы понимать и видеть, как продвигается противник и в каких местах его необходимо уничтожать в первую очередь. Мы видим также, что запорожское направление, запорожская группировка, а часть вооруженных сил и Российской Федерации возьмут в помощь Мариуполя, который они же и блокируют. Конечно, мы это видим, мы понимаем, как это будет двигаться. Но для того, чтобы помимо того, чтобы им соединиться, им нужно пройти ряд рубежей в той же Запорожской области и сконцентрировать свои силы, как я уже сказал, на южном направлении. Стратегически, по местам, по названию населенных пунктов, это все видит руководство страны и командование вооруженных сил. Непосредственно, конечно же, мы здесь на месте, совместно координируя свои действия. Власти Запорожской области подтверждали нам, что 60% области сейчас занимают российские военные. В процентном соотношении, можете ли мне сказать, сколько заняты территорий Донецкой области армии РФ? Если брать по территории, приблизительно около половины всей территории Донецкой области. Если брать по ключевым городам, то из ключевых городов, это город Мариуполь, которого не существует, который в блокаде. Он не взят Российской Федерации и вернусь к тому, что я сказал, минутой ранее. Это там нечего контролировать, даже если они там будут находиться. Аналогично, практически аналогично, это Волноваха и Волновахский район. В Волновахов практически полностью разрушен город. И ряд сел, населенных пунктов, это Волновахский район. Все остальные города, крупные, ключевые города области остаются под контролем украинских вооруженных. Очень коротко попрошу вас уточнение, есть ли сейчас города украинские, которые находятся в окружении? Нет, отсутствуют. Кроме Мариуполя, в настоящий момент города отсутствуют, слава богу. И уверен, что такого не повторится. Мы понимаем, что есть та сложная ситуация, которая была, она будет разрешена в Мариуполе. В дальнейшем этого допущено не будет. Спасибо вам большое, что рассказываете нам о ситуации в регионе. Это был Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Чем раньше встретятся президенты Украины и России, тем больше шансов приблизить окончание войны. Об этом в интервью информационному агентству Associated Press заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Зеленский готов к этим переговорам, но Путин избегает этой встречи, а значит, я процитирую Дмитрия Кулебу, полностью сосредоточен на сценарии войны. Конец цитаты. В то же время и Украина может отказаться от переговоров, если российские военные возьмут в плен или убьют украинских граждан, которые сейчас прячутся в подземельях комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Каждый день я получаю сообщения, звонки и видео от нашей армии в Мариуполе. Вчера я получил видео с ранеными украинскими солдатами. Место, где они находятся, очень сложно назвать больницей. У них закончились лекарства, они истекают кровью, их раны заражаются из-за отсутствия элементарного лечения. И прямо в соседней комнате, в соседнем пространстве, это даже не комната, прямо в соседнем пространстве, там, где де-факто находится госпиталь, где солдаты умирают, истекают кровью и кричат от боли, там же мирные жители прячутся от российских военных. Мирные жители с детьми, с младенцами, и над ними постоянный обстрел. Артиллерия и авиабомбы падают им на головы. Это невыразимо. Очень тяжело видеть эти картинки, получать эти сообщения, и именно поэтому, да, мы отправили очень четкое сообщение. Если вы хотите убить этих людей или хотите взять их в плен и унизить, это будет конец. Это будет красная линия, и президент очень ясно выразился по этому поводу. Но этого недостаточно, чтобы оставить все как есть. Очень важно эвакуировать их всех, чтобы спасти их. И это то, над чем мы работаем с нашими партнерами. И здесь Путин должен продемонстрировать свою открытость и сделать шаг вперед. Стали известны подробности вчерашних закрытых переговоров украинского президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Антони Блинкиным и американским министром обороны Ллойдом Остином. Накануне они прибыли в Киев, и до последнего американская сторона эту встречу не подтверждала. В источнике издания «Украинская правда» — безопасность, хотя сам Зеленский упомянул о встрече как анонс еще во время субботней пресс-конференции. В Киев Блинкин и Остин ехали по железной дороге из Польши, поэтому госсекретарь так сказал журналистам, что он мало что видел только из окна в поезде. Визит в Блинкин и Остин — это первый приезд высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала полномасштабного вторжения. Они дали пресс-конференцию уже в Польше. При этом, как отмечает агентство Associated Press, журналистам было запрещено говорить, где именно в Польше мероприятие проходило. Вот заявление министра обороны США о способности Украины победить в этой войне. Что касается их способностей побеждать, первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И они верят, что мы можем победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет правильное оснащение, правильная поддержка. И мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжаем делать все, что в наших силах. Характер боев изменился, потому что местность, на которой они сейчас сосредоточены, — это другой тип местности. Поэтому им нужны средства ведения дистанционного боя. Вы же слышали, что Зеленский говорил, что нуждается в танках. И мы делаем все, что можем, чтобы они получили все необходимые им виды поддержки — артиллерии и боеприпасов, которые будут эффективны на этом этапе боев. Что же конкретно намерены предоставить Соединенные Штаты? Агентство Associated Press и Reuters сообщают, что Блинкен и Остин пообещали новую помощь Украине и странам-союзникам в 713 миллионов долларов. Из этой суммы непосредственно Украине предусмотрено 322 миллиона долларов. Остальные деньги будут разделены между членами НАТО и другими странами, которые обеспечивали Украину важными военными поставками. Усиление вооруженных сил Украины было главной темой на этих переговорах в Киеве. Об этом сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что встреча длилась больше трех часов. Переговоры назвал содержательными, обнадеживающими и результативными. И вот что еще он говорил о достигнутых в ходе переговоров вещей. Обсудили пути усиления санкций. Тот факт, что Россия ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует о том, что необходимо усилить санкционное давление. Нужно перекрыть все возможности России обходить санкции. Поэтому мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против Российской Федерации, который разработала международная экспертная группа под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отдельный пункт переговоров – финансовая поддержка для Украины. Когда у тирании есть колоссальные финансовые ресурсы от экспорта нефти и газа, вопрос финансовой поддержки свободы становится жизненно важным. Услышал полную поддержку этой позиции от американских друзей. Не только в контексте помощи Украине сейчас, во время войны, но и в вопросе послевоенного восстановления. Продолжили обсуждение и гарантии безопасности для Украины. Уверен, что Соединенные Штаты могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины. Зеленский сказал, что оборонная помощь США за все это время уже достигла 3 миллиардов 400 миллионов долларов. И еще один результат вчерашних переговоров Зеленского с Блинкиным и Остиным в Киев. На следующей неделе должны вернуться американские дипломаты. А в течение нескольких недель США планируют снова открыть свое посольство в украинской столице. Сегодня же на сайте Белого дома был опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что американский президент Джо Байден объявил послом США в Украине он хочет назначить Бриджит Бринг. Сейчас она посол в Словакии, ранее работала в Сербии, на Кипре, в Грузии, Узбекистане, а также в Совете национальной безопасности Белого дома. Москва же направила Вашингтону ноту официальную с требованием прекратить поставки Киеву оружия. Об этом в эфире Государственного российского телеканала «Россия-24» рассказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, поставки Вашингтоном вооружений в Украину, процитирую, «не способствуют поиску дипломатического решения урегулированию ситуации». О дипломатических решениях и о том, как Владимир Путин избегает любых встреч и переговоров с Владимиром Зеленским мы поговорим чуть позже в этом эфире. Что же касается ноты относительно прекращения поставок оружия, то, по словам Антонова, американская сторона на нее никак не отреагировала. Подробнее о том, против поставок какого вооружения в Украину выступает Москва и как усиление ВСУ может изменить линию фронта, расскажет Юрий Баранюк. В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский не уточняет, конкретно за какие виды оружия он благодарит США. Да, это военная тайна. Но чем пополнит арсенал ВСУ, понятно из заявлений западных политиков и медиа. Это будут 150-мм гаубицы. Вот твит, в котором министр национальной обороны Канады анонсировала поставку гаубиц М-777. Преимущество этой гаубицы в ее весе. Орудие можно транспортировать даже с помощью вертолета. И при этом гаубица достаточно мощная, чтобы поражать цели на расстоянии до 40 километров. Три «семерки» они намного дальше, почти на 10 километров стреляют дальше, чем российские гаубицы. Все эти гаубицы имеют одну особенность, что они первых три выстрела могут делать за 10 секунд. Стрелять на максимальную дистанцию могут гаубицы модификации А2. Но не обычным снарядом, а корректируемым. Он называется «Экскалибур». Это снаряды, которые используются для поражения особо важных целей. С помощью разной системы наведения, но, как правило, по GPS-координатам. То есть по GPS-у и точность плюс-минус 4 метра. Для артиллерии это вообще просто трехочковый. Кроме так называемых буксируемых гаубиц, Украина получит самоходные артиллерийские установки. Это оружие из разных стран НАТО, но одного калибра – 155 миллиметров. По данным Bloomberg, Нидерланды поставят Украине гаубицы PZH-2000, а Германия – боеприпасы к ним. Агентство «Униан» сообщало, что Украина обсуждает покупку САУ «Сузанна» у Словакии. А президент Франции Эммануэль Макрон обещал Киеву САУ «Сезар», она же «Цезарь». Колесная САУ «Цезарь» является одной из самых современных в мире. Прежде всего, потому что она имеет автоматическую систему заряжания на три снаряда, которая обеспечивает высокую скорострельность и очень высокую вероятность поражения целей. Колесная база, она обеспечивает необходимую мобильность. Выехали на позицию, отстрелялись и уехали. То есть до того, как прилетит снаряд со стороны противника или БПА. Великобритания анонсировала передачу Украине самоходных зенитных установок «Стормер», а также разведывательных бронемашин «Мастиф» с оборудованием для корректировки огня. Это техника, которая доказала свою эффективность в Афганистане. Новая тяжелая техника пока или не поступила на вооружение в ВСУ, или поступила в ограниченном количестве. Об этом говорят и Киев, и Вашингтон. Ее широкое использование станет возможно, когда украинские военные пройдут переподготовку. Этот срок может занимать от шести дней и больше. Вполне вероятно, что ближайшие 10-12 дней вполне мы можем увидеть результаты применения этой артиллерии. Я думаю, что светить их в СМИ никто не будет. Но как только появится сообщение противной стороны и наше сообщение, что нанесены огневое поражение цели, которое находится на расстоянии больше, чем было возможности нашей артиллерии до войны, то есть советских образцов, тогда будет совершенно абсолютно понятно, что в бой пошла артиллерия Союза. По мнению военного эксперта Олега Жданова, для того, чтобы в ближайшее время перейти к масштабному контрнаступлению, ВСУ пока не хватает сил противоракетной обороны и авиации. Конкретной информации о поставках противоракет в Украину нет. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что отдельные комплектующие для боевых самолетов Вашингтон уже начал передавать Киеву. Юрий Баранюк, Станислав Козляковский и Григорий Ермилко. Настоящее время. Ну а прямо сейчас появляются сообщения от премьер-министра Польши, что Польша передает Украине некоторое количество танков, какое точно он сказать не может, как и в принципе все вооружения, которые сейчас передают страны в Украину. Они не говорят, когда они прибудут и не говорят, в каком количестве. Но, по крайней мере, ранее обсуждалось, что Украина получит Т-72, это танки советского образца, а взамен Польша даст нового образца танки в Великобритании. Как только будем знать больше, конечно же, расскажем. Ну а сейчас к нашему эфиру присоединяется военный эксперт Михаил Самуси. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Учитывая все вот эти новые поставки вооружения, о которых мой коллега рассказывал и в сюжете, и вот сейчас по сообщениям танки Т-72, как может измениться характер войны, ну и конкретно, что касается битвы за Донбасс? Ну, прежде всего, пока инициатива владеет российская сторона, она провалила свою первую фазу операции, получив катастрофические потери, и попыталась сейчас собрать какие-то силы, которые у них остались для того, чтобы организовать так называемую битву за Донбасс. Они надеются, что вот они сейчас соберутся, нанесут Украине стратегическое поражение и дальше вернутся к своим первоначальным целям, то есть оккупации всей территории Украины, естественно, всего юга, центра и Киева, и запада. Вот такие планы по поводу того, что с тем вооружением, которое поставляется Украине. Дело в том, что Украина выдержала первую фазу войны с тем вооружением, фактически, которое у нее оставалось после распада Советского Союза. Часть была поставлена, конечно же, украинским ОПК, и за 8 лет что-то было сделано. К счастью, последние месяцы перед войной нам помогли с противотанковым вооружением и системой ПВО ближнего радиуса действия «Стингер» наши партнеры и друзья. Сейчас для того, чтобы перейти уже к той стадии войны, когда Украина будет диктовать свои условия, это будет скоро, когда Россия выдохнется в своих попытках этой большой битвы на Донбасс, которая не имеет никаких перспектив, Украине нужны дальнобойные, ударные, эффективные современные вооружения. И вот сейчас они поставляются. То есть, когда мы говорим о дальнобойной современной артиллерии, РСЗО высокоточных, это то, что нам нужно для того, чтобы готовить эффективное контрнаступательное и наступательное действие. Без артиллерии, без РСЗО, которые будут бить точечно глубоко в тыл противника, а РСЗО «Хаймарс» высокоточная американская может бить от 100 и до 300 километров, это очень хорошие дальности для этой операции. Поэтому именно к этому мы и идем. То есть, речь как раз таки идет о том, что Украина все это время обороняется, а вот тяжелое вооружение именно для контрнаступления нужно. Или вы видите уже какое-то тяжелое вооружение, которое от западных партнеров Украина уже прямо сейчас применяет? Это не нужно об этом говорить. Я думаю, что количество украинского вооружения, которое мы будем применять по российским войскам, будет заметно только лишь по количеству погибших российских солдат и по количеству уничтоженной российской техники. Сколько, чего и как поступило в Украину вообще, я не думаю, что нужно говорить. Это вообще не подлежит обсуждению. Ну, само собой, но дело в том, что потери с обеих сторон, весьма показатели эти относительные в условиях войны, тем более уж никто из журналистов проверить их достоверно не может. Только совершенно незначительное количество военных, которые погибли. Что касается ультиматума, вот тут же Москва реагирует нотой, которая направляет к Вашингтону о поставках вооружения. То есть, это некий ультиматум уже звучит о прекращении таких поставок. Вы думаете, что то, что оно возникло прямо сейчас, как официальная нота, это совпадение или что-то действительно в поставках изменилось? Насколько я помню, первый ультиматум Россия выдвинула Соединенным Штатам в ноябре прошлого года. Они хотели бы, чтобы НАТО откатилось на рубеже 1997 года. Поэтому вот этот ультиматум, это уже не ультиматум, это уже какой-то писк. Когда они просто реально в первой фазе потерпели крах, они просто не признают эту ситуацию. Они потерпели крах. И от этого краха они уже не отойдут. Они могут сейчас выдвигать любые ультиматумы, говорить любые фразы, но эти фразы никто не слушает. Они вышли просто уже за пределы нормального понимания. С ними никто не будет разговаривать уже. Ракетный крейсер Москва, я думаю, даже наши западные партнеры были удивлены решимостью украинской армии и украинского руководства, потому что, напомню, со времен Второй мировой войны никто не решался уничтожить такого класса корабля Советского Союза или России. Украина спокойно это сделала, и я думаю, что мы спокойно уничтожим Вещерноморский флот. У России шансов больше нет. Они будут разбиты, это 100%, потому что с вооружением у них очень хорошо, но оно советское. И то, что нам поставляют сейчас, я думаю, что, естественно, Россия не ожидала, что мы будем вооружаться такими темпами и такой скоростью. Но мы тоже, когда говорили год назад нашим западным партнерам, что нам нужны противоракетная оборона и противотанковое вооружение, многие на Западе просто улыбались. Они почему-то думали, что Украина сдастся и не будет никакой войны. На данный момент Соединенные Штаты поняли, что мы воюем, Великобритания поняла, что мы воюем, другие страны тоже потихоньку начинают понимать. А вот России уже шанса что-то решать или выставлять какие-то ультиматумы просто физически уже нет. Как раз в этом контексте хотела бы вас спросить. Украинская армия сейчас, спустя уже два месяца войны и по состоянию на 24 февраля. Я бы хотела, чтобы вы сравнили эти две армии, но и с учетом украинских потерь также. Украинская армия только улучшается с каждым днем, но на момент 24 февраля это была одна из сильнейших армий Европы, поскольку те, ну вот просто чтобы было понятно, Россия пыталась организовать в Украине Афганистан-79 и Чехословакию-68. То есть они быстрыми действиями сил специальных операций десанта, высыпка на Гастомельский аэродром на Васильковский, блокируют Киев, захватывают украинское руководство, возможно убивают его или арестовывают, ставят своих марионеток. А дальше вот эти войска, которые шли колоннами, мародеры, они должны были просто стать спокойно в городах, не как в Чехословакии 68-го года, просто демонстрировать свое присутствие. А украинские девушки должны были кидать им на броню цветы. Вышло совершенно по-другому. С первой же секунды были нанесены такие удары по российским войскам, которые они просто, по-моему, неделю только приходили в себя. Что происходит? Почему они высаживают в Гастомель первую волну десанта, вторую десанту, третьего, а они куда-то исчезают? Как на Чернобайбке 17 раз куда-то бермудские треугольники считают. То есть в России настолько отсутствует разведка, отсутствуют нормальные командиры и генералы, что для украинской армии просто оставалось уничтожать? Вы сейчас подчеркиваете слабость российской армии, говоря о Киевской области, о том же Гастомеле, где в частности были вскрыты огромное количество убитых, в том числе и мирных жителей. Поэтому в Гастомеле все-таки долго стояла российская армия, как и во многих населенных пунктах Киевской области. Да, надо вспомнить, что в этих городах Киевской области было высажено несколько волн десанта в первые часы. Этот десант уже прорвался на проспект Победы в Киеве, если вы вспомните. То есть они думали, что через несколько часов зайдут в правительственный квартал и заберут себе власть в Киеве через 5-6 часов. В результате там полегло очень много тысяч российских солдат. То есть там группировка была около 35 тысяч, которая сбежала из Киевской области, 35 тысяч солдат и офицеров. Поэтому это не слабость российской армии, это дурость российской армии, полная дурость. И сила украинской армии, конечно. Спасибо вам большое за экспертные оценки. Михаил Самусь, военный эксперт, который был с нами на связи. Ну и тут, конечно, важно отметить, что любые данные и цифры о потерях либо со стороны Украины, либо со стороны России, они весьма относительны. Вы должны это понимать. Мы можем только опираться на официальные источники, ну или о тех, те данные, которые дают в том числе и западные военные эксперты. Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Фотографии сделаны американской компанией Planet Labs, которая занимается тем, что каждый день делает снимки Земли. Опубликованы они расследовательским проектом «Радио Свобода Схемы». Речь идет о братских могилах на территории кладбища в поселке Старый Крым. Он находится в пяти километрах от Мариуполя. Первое фото сделано 24 марта, уже после того, как поселок был оккупирован российскими войсками. Траншеи в длину 60-70 метров. На снимке от 7 апреля, то есть через две недели, уже заметны изменения. Место захоронения увеличилось, часть траншеи закопана. И еще через две с половиной недели, уже 24 апреля, спутник сделал новую фотографию на ней. Опять же, новые траншеи, протяженность места захоронения увеличилась до более чем 200 метров. В комментариях с Хемам мэр Мариуполя Вадим Боченко сказал, что российские войска вывозят на это кладбище тела погибших мариупольцев и хоронят их вот в братских могилах таких. Ну и что касается потерь. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте, сказал, что по оценке их министерства, в Украине погибли 15 тысяч российских военных. Вот следующая цитата выступления главы Минобороны Британии. По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 тысяч российских военнослужащих. Наряду с числом погибших есть потери техники и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Российская сторона, я вам напоминаю, за все два месяца войны о потерях сообщала дважды. Последний раз 25 марта в Москве говорили, что в Украине погиб 1351 российский военный. Проверить оперативно эти данные, так же, как и данные Министерства обороны Великобритании, 15 тысяч погибших россиян в условиях войны практически невозможно. Владимир Путин больше не заинтересован закончить войну с Украиной путем переговоров. Его цель – захватить как можно больше территорий. Об этом пишет издание Financial Times. Журналисты при этом опираются сразу на три источника, владеющих информацией из разговоров с Путиным. Они утверждают, что надежда на мирный договор была. Однако ряд обстоятельств изменил это положение. В первую очередь, крушение крейсера Москва. Economists и Financial Times называют потопление корабля унизительным для Путина. Я напомню вам об этом происшествии. Почти две недели назад Украина заявляла, что атаковала флагман Черноморского флота России, выпустив по нему ракеты «Нептун». В Москве сначала говорили о пожаре и детонации боеприпасов, но и о том, что эвакуировали весь экипаж. Но позже СМИ, в том числе и наш телеканал, подтвердили, что на судне служили тоже срочники, о судьбе которых после крушения ничего не известно. В итоге Россия признала смерть одного человека. 27 человек они объявили пропавшими без вести. Эта цифра может быть значительно занижена. Источник Financial Times пишет, что Путин после информации о крушении корабля пришел в ярость. Издание утверждает, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путина склоняли президент Турции Раджа Пердаган, глава Европейского совета Шарль Мишель и российский миллиардер Роман Абрамович. Человек, который участвует в переговорах двух делегаций, анонимно сообщил СМИ, что Путин изо всех сил избегает встречи с Зеленским и хочет, чтобы все разрешилось до этого. Но сегодня Россия официально подтвердила, что нет предпосылок для проведения очной встречи делегаций из Киева и Москвы. Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что такие переговоры станут возможны, если будут договоренности, по которым нужно будет обменяться мнениями. Вот такая формулировка. Сам Владимир Путин о переговорах не высказывался, но сегодня он выступил на заседании коллегии генпрокуратуры. Говорил о спецоперации, так войну называют в России. Путин обвинил в военных преступлениях Украины уже, кстати, не впервые и абсолютно бездоказательно, а также западные страны, в том числе во внутренних российских проблемах. Вот на наше удивление дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнёров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплочённость, поддерживает наши вооружённые силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Владимир Зеленский сказал, что не хочет, а должен встретиться с президентом России, чтобы попытаться закончить войну. В субботу он дал большую пресс-конференцию в киевском метро, которая служит укрытием от обстрелов с начала полномасштабного вторжения. Журналисты спрашивали как раз-таки и о ходе переговоров с Россией. Президент Украины сказал, что самое актуальное из вопросов, которые обсуждают делегации, это гарантии безопасности и нейтральность, а также судьба Донбасса и Крыма. Всё остальное, цитируя Зеленского, политические понты. Однако есть условия, при которых Киев вообще пригрозил выйти из переговорного процесса. Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет проголошено референдум, псевдо-референдум в новых псевдо-республиках, Украина выйдет из каких-то процессов. Я наполягал в самом начале на перемогах с лидером Российской Федерации, потому что вважаю, что будь-якие формати щодо встречи через посредников с Россией або передавать ту или другую информацию лидеру Российской Федерации через дружные страны, я вважаю, не даст желающего результата. Я вважаю, цю войну может остановить тот, кто ее начинал. Есть дипломатический шлях, есть шлях войсковый. Тоже, будь-яка здорова людина всегда выбирает дипломатический шлях, потому что знает, даже если это сложно, это может остановить, потерять тысячи, десятки тысяч. А с такими сусидами сотни тысяч, а может навить миллионы жертв. Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, присоединяется к нашему эфиру. Павел, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, выйти из переговорного процесса, то, о чем в том числе говорил Зеленский, означает ли, что встречи Путин с Зеленским может вообще не быть? Давайте сначала посмотрим, что происходит в рамках этого переговорного процесса сейчас. На самом деле там не то, что никакой динамики нет, там нет на самом деле сути. А в чем она? Москва продолжает настаивать на своем наборе требований, включая всю эту бредятину демилитаризацию, денацификацию и все, что возможно. Она хочет, чтобы мы отказались от своих людей, от своих территорий. Причем юридически. Но очевидно, что этого никогда не будет, этого не хотят украинцы, этого не хочет украинское общество. Причем не просто большинство, даже не подавляющее большинство, а практически все. И поэтому любая война, конечно, заканчивается переговорами. Но вести эти переговоры после того, как видишь Бучу, после того, как видишь Краматорск, после того, как понимаешь, что происходит, на самом деле действительно эмоционально достаточно сложно. В этом Владимир Зеленский прав. И поэтому, когда будут реальные переговоры, это на самом деле определяет, когда военные действия зайдут в тупик, когда никто не сможет дальше их продолжать с выгодой для себя. Это реальный закон любой войны. Пока Кремль хочет продолжать и захватывать все больше и больше территорий. И не только на востоке, и на юге. Чтобы отрезать Украину от моря и создав какую-то новую реинкарнацию, какой-то призрак Новороссии. Вот это сидит глубоко в голове в России. Но а Зеленскому, как вам кажется, есть что сказать Путину? Ну или наоборот, Путину Зеленскому? Я думаю, что есть. Зеленскому точно есть что сказать. Он понимает ситуацию, он понимает ставки. И ставка в этой войне для Украины, это ведь не территория, не какие-то статусы. Ставка – это наше существование. Потому что война началась не через какие-то гарантии или не гарантии, не расширение НАТО. В гарантии в Москве никто не верит. Война началась потому, что в Кремле нас считают антироссией. Приписывают нам все, что возможно. А на самом деле сам факт существования Украины – это все хвозди, не один, а все хвозди в гроб российской имперской модели. Вот это и есть реальная причина войны. И этим определяются все сложности переговоров, потому что в Кремле хотят только капитуляции и ничего больше. Нас видят или как вассала, как протекторат, или как врага, которого надо уничтожить. А вот те слова «Путин унижен» и «в ярости» – это то, о чем писали западная пресса в контексте крушения крейсера «Москва». Это значит ли, что Путин, если верить этим изданиям, тем характеристикам, захочет реванш, будучи в ярости и униженным. Конечно, психологически он хочет нанести ответный удар или серию ответных ударов. Какие они будут, скорее всего, они будут асимметричными. Мы это тоже прекрасно понимаем. Но Путин находится во главе России больше 20 лет. Он хорошо понимает геополитику и понимает, когда, собственно, время для переговоров как таковых. Сейчас такое время еще не настало. И то, что мы видим, это желание России захватывать все больше территории и одновременно на территориях остальных раскалывать Украину. Вот Путин только что говорил о том, что кто-то хотел расколоть Россию. Это вообще какая-то забавная версия. А на самом деле дестабилизировать Украину, Украину обескровить – это, конечно, основная версия на сегодня Кремля. Один, кстати, из вариантов такого успеха, который у нас тоже эксперты называли в наших прямых эфирах, тот, который может представить российская сторона, это устроить парад 9 мая в Мариуполе. Кстати, сейчас у нас, мне подсказывают, есть возможность показать прямую трансляцию в Москве. Вот прямо сейчас эти кадры Тверская улица, где как раз проходит репетиция такого парада. Ну и вот потенциально его могут показать в Мариуполе, естественно, заявляя о том, что город захвачен. Я напоминаю нашим зрителям, что там есть еще пункты, где держат оборону украинские военные. Ну и до этого нам власти также Донецкой области говорили, что рано еще заявлять о захвате Мариуполя, и кардинальная ситуация может поменяться. Я же вас буквально, напоминаю нашим зрителям, Москва прямая трансляция. Сейчас у нас на картинке Павел Климкин, министр иностранных дел в прошлом с нами на связи. Я хочу, если можно, коротко спросить о таком мнении политолога, который живет в Лондоне, российского Владимира Петухова, который написал, что после двух месяцев войны для компромисса с каждым днем поле все сужается и сужается. С обеих сторон есть признаки самоуспокоения, что все это вообще может превратиться в годы затяжного конфликта. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, парад в Мариуполе – это смешно и жалко. Это всем понятно. Это на самом деле, как дать себе пощечину. Это очевидно. Что касается лет войны, каким образом мировая экономика все это выдержит? Этого не выдержит ни российская экономика. Она сколлапсирует. Нам будут помогать и дальше. И мы готовы сражаться, потому что мы сражаемся за свое существование. Поэтому я не верю в годы войны. Конечно, могут быть там какие-то стадии прекращения огня, но мы прекрасно понимаем, что никакой мирного соглашения с этой Россией у нас не будет. Поэтому оптимальным вариантом является прекращение огня с гарантиями, с гарантерами. Я говорю не о гарантиях, только о безопасности, а о гарантиях прекращения с введением в зону соприкосновения после того, как российские войска будут отведены соответственно международных сил. Только такие варианты, они на самом деле будут работать. А так, я думаю, что у нас намного лучшая позиция, и мы на самом деле пойдем вперед, потому что и общество поддерживает вооруженные силы, у нас есть четкая международная поддержка, и мы уверены в своей победе. Спасибо вам большое за то, что можем с вами говорить и о будущем, и о теперешнем, о том, как протекает война на территории Украины. Это был Павел Климкин, бывший министр иностранных дел. Спасибо большое. Лауреат российской театральной премии «Золотая маска» Ксения Сорокина передаст награду петербургской художнице Саше Скочеленко, которую арестовали по делу о фейках российской армии. Ей грозит до 10 лет колонии за то, что она заменила ценники в супермаркете на информацию об обстреле Мариупольского драмтеатра. Подробности смотрите далее. Сашу Скочеленко задержали в квартире ее друга. Полицейские заявились к нему домой, отобрали телефон и вынудили его написать девушке, чтобы она пришла к нему. После того, как Скочеленко появилась в его квартире, ее сразу задержали. В ходе обыска на съемной квартире Саши был изъят ее ноутбук и вся остальная техника. Задержание Скочеленко не стало сюрпризом для ее друзей, но они считают, что срок от 5 до 10 лет лишения свободы по статье о распространении заведомо ложной информации про российскую армию, а именно столько просит обвинения. Это слишком серьезное наказание. Она понимает, что задержание очень реальное и в чем-то неизбежное, но к такому повороту дел, что будет речь от 5 до 10 лет, я думаю, вот из нас не был готов никто. Я не думаю, что Саша, то есть отдавая должное ее силе духа, я думаю, что это настолько непоприючая несправедливость, который не мог готов. Наверное, Саша удобный. Такая удобная жертва для следователей. С одной стороны, человек известный, но немножко. Не звезда, которую все знают, а просто человек, про которого будут говорить. Довольно широкую известность в интернете Саша получила еще 8 лет назад, когда вышла ее книга о депрессии. Это комикс, в котором она описала свою историю борьбы с депрессивными эпизодами и пиполярным эффективным расстройством. Саша сама прошла через депрессию и решила поделиться с читателями своим опытом. Книга стала во многом прорывной, потому что о ментальных расстройствах в России на тот момент говорили крайне мало. То есть ей интересно заниматься музыкой, она занимается музыкой. Ей интересно нарисовать книжку, прожив депрессию и поделившись тем, что она поняла для себя с другими людьми, у которых та же проблема, она рисует. И оказывается, что это получает отклик у сотен тысяч людей. То есть ее книжка о депрессии, это правда был суперхит в интернете и потом бессервер в магазинах. Книга о депрессии, это действительно... Мне кажется, очень важная... Есть некоторые технические неполадки, которые вы видите. Ну что ж, всякое может случиться. Это прямой эфир, мы обязательно вам покажем этот сюжет в полном объеме. Ну конечно, вы в случае чего можете увидеть его на нашем сайте currenttime.tv. Я же пока скажу о сообщениях, которые приходят с территории Украины. Речь идет о Херсоне, это южная часть Украины. Так вот, подтверждают украинские власти, что российские военные заняли здание городского совета. Мэрия приостановила работу. Это то, что я вижу сейчас. Я вам напоминаю, что большая часть Херсонской области в принципе под контролем России все это время. Там стоят и танки, и военные российские. Ну а многие вообще мэры небольших городов, поселков, сельские главы, они уезжают из региона, потому что речь идет о похищениях, речь идет о том, что людей пытают и людей задерживают российские военные. Таких случаев в Херсоне уже точно больше 70. Это тоже подтверждают украинские власти. Ну а если мы говорим о заявлениях, которые в той же Херсонской области подали люди о пропаже своих родных, близких, ну или, например, коллег, таких заявлений уже более 200. Сейчас с вами поговорим о том, что делает украинский шоу-бизнес для того, чтобы помочь тем людям, которые выезжают из Украины. Речь идет в том числе о беженцах, ну и о внутренних переселенцах, таких уже больше 5 миллионов. Так вот, украинский шоу-бизнес, певцы, стендап-комики, они собирают деньги, чтобы помочь и армии, и тем украинским семьям, которые нуждаются в этих деньгах. Они ездят по городам Европы и дают благотворительные концерты, как проходил один из таких, расскажет Тимофей Рожанский. Мне очень больно от того, что я нахожусь здесь, не могу ничем помочь, и единственное, что я могу, это прийти поддержать таким вот образом, хотя бы таким. Пришли поддержать наших украинцев, почувствовать силу, какое-то единение морально, почувствовать, как мы здесь вместе можем посылать любовь и веру в победу на нашу землю. Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом. Это ад из-за дом. Мы в порядке, но нас скорее всего прослуховывают, все, давай, просто молись за нас. Я такая, окей, и мне все же остается дейсно молиться. Знаю, что там сейчас происходит, там мою бабушку даже не Я не могу эвакуировать, она не хочет эвакуироваться, но я просто знаю, что надо, это автомобили пикапы, это автомобили, которые для эвакуации людей, инсулин, такими акциями, ну такими концертами, ну нужны, конечно же, нам нужны это средства. Когда война наконец пришла из Украины, когда мы можем отдыхать свободно, когда мы можем общаться, как мы хотим, когда мы можем жить спокойно, и этот день пройдет, и эта песня про этот день, почему бы нам его не уявлять прямо сейчас? Друзья, дякую вам! Ничего за нами перемога, так? Да! Ну и давайте еще поговорим, что происходит на востоке Украины. Вся Луганская область за последние сутки под мощными обстрелами местные власти говорят, что в результате российских атак сгорели три многоэтажки и несколько частных домов. В очередной раз с начала войны атакован нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские военные активно штурмуют по опасную. Половину этого города контролируют российские военные, там идут уличные бои. Сейчас во всей области нет света. Российские войска атаковали подстанцию в Кременной, а до этого вывели из строя трансформаторные блоки Луганской ТЭС в городе Счастье. Счастье Украина не контролирует, как бы это ни звучало. Счастье имеется в виду, конечно же, населенный пункт. В результате работающих источников электроэнергии в области просто не осталось. По данным областной администрации, в регионе сейчас около 70 тысяч жителей, которые отказались уезжать. Многие просто не хотят, другие боятся. Сегодня около города рубежное российские войска открыли огонь по автобусу по эвакуации. Как минимум 215 украинских детей погибли. Более почти 400 были ранены за время войны. Это данные офиса генпрокурора. При этом цифры, они говорят, не окончательные. Плюс без учета Мариуполя и без учета тех населенных пунктов, в которых просто украинские власти нет туда доступа, чтобы понять жертвы, количество этой войны. Пока получить также тяжело, по понятным причинам, информацию из зоны боевых действий. Генпрокуратура Украины говорит, что Международный уголовный суд попытается привлечь непосредственно президента России Владимира Путина к ответственности за возможные военные преступления в Украине. Так сказал Ирина Венедиктова, Карим Хану, это представитель Гаагского суда, международного цитата, нам нужна крупная рыба. Самостоятельно Киев не может предъявить обвинение Путину из-за его иммунитета. Он будет действовать до конца его президентства. Но генпрокурор Украины уверен, что Международный уголовный суд, цитирую, не будет бегать за солдатами. Продолжение следует...